Сегодня размышляю по поводу, если переезжать в деревню, где кроме света нет никаких иных благ цивилизации, какой можно сделать оригинальный дом, который был бы теплый, был бы из недорогих материалов, и при этом еще бы был достаточно автономным. Сейчас пытаюсь объяснить. Эти идеи, значит, в следующем. Берется, закупается железная, как сказать-то, не лист, а железные всякие металлоконструкции. Они, допустим, Лерой Мерлен есть. Из них строится каркас первый. И, условно говоря, комнаты размером, ну, как вот эта, допустим. Эта комната, она практически без стен. Стенами здесь могут быть шторы или что-то такое, чтобы загораживало человека от улицы. И от света, например, чтобы спать ночью и тому подобное. И вокруг этого каркаса квадратного вот так строятся такие скаты, как у крыши скаты. Эти скаты, они желательно, тоже железный каркас, желательно они не одинарные скаты, а двойные. То есть, и чем больше толщина между вот этими металлоконструкциями, двумя полосами металлоконструкции, тем будет теплее, потому что там будет прослойка воздуха между этими конструкциями внешней и внутренней. И вот эти уже скаты, они покрываются, и, соответственно, стены покрываются стеклом и снаружи, и снутри. Скорее всего, сверху нужно более прочное стекло, потому что там, возможно, снег будет лежать и давить на него, на крыше. И вот этого куба, который изначально строился, к которому эти уже скаты присоединяются, там должна быть тоже двойная крыша, чтобы внешний и внутренний слой, ну вот у крыши, внешний и внутренний слой, тоже была прослойка воздуха, и были слои стекла. Соответственно, верх можно не загораживать, потому что и желательно сделать еще открывающиеся какие-то штуки, чтобы и проветривать. Ну, не обязательно. Можно и не загораживать уже ничем, никакой тени, но можно и загородить от солнца, если очень жаркий день, чтобы тень создавалась. То есть тоже какую-то шторку такую, которую можно было бы убирать сверху. Далее, из расходных материалов нужна дверь и нужна печка. Все остальное уже там, как человек захочет. И вот такая оранжерея получается. И еще, что к ней нужно добавить, это... Пол. По поводу пола я точно не знаю, но, например, есть вариант, если поблизости есть глина, можно сделать глиняный пол, вот в этом внутреннем квадрате. Внешне, соответственно, будет просто земля, потому что там будут расти растения, вот в этих скатах. И эти растения позволят человеку автономно существовать на протяжении всего года, если будет достаточно поддерживаться тепло и свет, там, световой режим. То есть овощи и фрукты. И что еще? А, и пол можно сделать из глины и покрыть его, по-моему, это называется полимерные всякие лаки для пола, которые не дадут этой глине расползтись, будут ее держать достаточно крепкой, чтобы по ней можно было ходить и чтобы туда при попадании воды она тоже не расползалась. В общем-то, вот и все.